Ну это мобильная игра. Ну да, что можно, в принципе. Конечно. Не играйте в мобильные игры. Я осуждаю. Донатные помойки. Да, да, да. Напишите мне, да. Сделаем игру хорошую. Я бы был, грубо говоря, этим генералом, короче, и рассказывал бы, что я хочу видеть. Вот. И деньги бы вот так вот отдавал, зарплату и все. Директор, директором бы был. Приветствуем наших дорогих космонавтов. Вы на канале «Орбитальные посиделки». И сегодня у нас в гостях очень интересный гость с канала «Величайший» Ахмед. Здравствуйте. Просим любить и жаловать. Очень приятно тебя видеть у нас. Спасибо, что нашел время к нам прийти. Поэтому сегодня мы тебе позадаем вопросы на космическую тематику, на фантастическую тематику. Поговорим про кино, про игры. Ну и, конечно же, затронем тот огромный обзор на космических рейнджеров. Не можем не спросить. Сегодня на наши орбитальные посиделки заглянул создатель канала «Величайший». Блогер, стример, автор модов и обзоров на игры совершенно разных жанров. Человек, который сделал детальный и интересный разбор легендарных космических рейнджеров. В общем, просим любить и жаловать Ахмед. Ну, у нас на канале есть такая традиция всех наших гостей. Мы спрашиваем всегда, мечтал ли ты в детстве стать космонавтом? Вот скажи, пожалуйста, были мечты? Ну, конечно, конечно. Это же космос, это что-то таинственное, неизвестное, что хочется познать. Почему бы и не познать? Поэтому была такая мечта в детстве. Но в итоге я пошел на YouTube, делаю ролики. Как-то не сложилось. Но все равно здорово, что мечтал стать, потому что у нас были разные ответы. Успокаивает то, что я не один такой. Не, ну мы тоже мечтали стать космонавтами в детстве, честно. Нас космос всегда привлекал, поэтому это приятно слышать. Ну, в связи с этим следующий вопрос. Вообще следишь ты в целом за событиями в нашей космонавтике? Вот недавно, например, появилась новость, что к нам летит комета, которую не видели больше 50 тысяч лет возле Земли. Или какие-то запуски, может быть, ракет ты наблюдал или смотрел онлайн? Ну, что-то в новостях проскакивает. Особо я не слежу за этим. Но знаю, что есть у нас какие-то космические силы. Космическая держава все-таки. Да, как-никак. Вот. Поэтому горд за свою страну. Это радостно слышать. Иногда входят такие веяния, скажем так. Люди говорят о том, что у нас в стране не хватает некой фигуры, например, как Илон Маск. Вот был бы Илон Маск, и все тогда бы и в космос летали каждый день, как туристы, и строили бы космодромы, и все было бы круто. Вот ты с этим согласен или нет? Как ты считаешь? Я вообще считаю, что наше поколение, да, вот люди 21 века, это самое бездарное и глупое поколение, потому что мы родились слишком поздно, чтобы увидеть вот эту эволюцию, да, техническую революцию, эволюцию, не знаю, как правильно сказать. Блогер по сталкеру быдло. И родились слишком рано для того, чтобы увидеть вот эти космические перелеты, межгалактические вот эти вот все движения, там, колонизацию планет. Поэтому 21 век, там, будет Илон Маск, не будет Илон Маск, мы все равно это не застанем. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был Илон Маск, но его нет. Может быть, когда-нибудь появится. Ну, вдруг кто-то все-таки из нашего поколения сможет им стать. У нас Рогозин есть, вот это я понимаю, мужик, нормально, тоже же ракеты какие-то там пускает. Ну, пускает, сейчас уже, правда, не пускает, точнее, не там. Ну, пускал же. Ну, ты известен, да, как блогер по играм в том числе в основном. И вот у тебя на канале были обзоры на такие игры, как Far Cry, мы видели Doom, на Cyberpunk. И вдруг, бац, ты делаешь огромное обзорище на больше, чем на 2 часа по такой игре, как Космические Рейнджеры. О, ты, наверное, знаешь о таких играх, как Doom, Quake, Half-Life, GTA, Zelda Scrolls и прочие, которые стали прародителями жанров или из-за которых эти жанры сильно эволюционировали. Но, оказывается, у нас есть своя игра, которую можно поставить на одну полку с этими играми. Космические Рейнджеры. Ужасно тупое название, я согласен, но вот что за ним все-таки стоит? Мы, кстати, вот смотрели этот ролик и нам очень понравился, так что респект тебе большой за детали. Почему вдруг Космические Рейнджеры? Как ты к этому пришел? Ну, все просто. На самом деле, Космические Рейнджеры – это моя первая игра, вообще, в которую я когда-либо играл. И по совместительству Космические Рейнджеры – это вообще гениальная игра. Я считаю, это лучшее, что придумало человечество и лучше уже не будет, все, нужно умирать. Космические Рейнджеры – это игра с невероятной реиграбельностью, ее можно проходить бесконечное количество раз. Конечно, она сделана в 2003 году, если мы говорим про первую часть, по-моему, 2003, а не второй. И понятно, что идеи того времени были ограничены, но в рамках ограниченного бюджета разработчиков, там у них даже офиса не было, они смогли сделать невероятную реиграбельность. То есть кораблики, они летают по довольно простой схеме. Вместе с этим кораблики существуют, независимо от того, видишь ты их на экране или нет. Космос живет своей жизнью. Пока ты на одном конце галактики, на другом может что-то происходить. Да, когда-то мы умели делать игры, обникая в историю Рейнджеров, понимая, что нашим пацанам из Владивостока выпал шанс на миллион встать с такими крутыми компаниями, как CD Projekt Red и Rockstar, удивляя мир крутыми играми. И это все в честном, как бы, честно отыгрывается, то есть игра себя не обманывает. И прилетая на тот конец галактики, где что-то происходило, ты можешь увидеть последствия. То есть если там было сражение, ты можешь столкнуться с тем, что там будут какие-то ошметки валяться, ты их можешь подобрать, на эти ошметки будут слетаться другие корабли. Пока ты воюешь там с Клисанами или с Доминаторами, в зависимости от части, где-то там на планете Еврейский дом, действительно такая планета есть, там вообще своеобразный юмор, может происходить какая-то распродажа. Ты туда не летишь, но другие торговцы летят, потом перелетают на другую планету продавать, космос живет своей жизнью. И это наша игра, это компания Elemental Games, которая вроде как закрыта, но я так и не понял, закрыта она официально или нет. Но честь и хвала этим людям. Да, это правда. Хорошо бы, конечно, что-то воспряло, либо что-то сделали бы похожее, конечно. Конечно, нам бы очень хотелось, либо кто-то бы все-таки решил это возродить, хотя были же попытки возродить, насколько мы помним по твоему сюжету, но не привели особо ни к чему хорошему. Ну да, были, были. Там космические рейнджеры Наследие выходили на мобилках, но это такое себе, мягко говоря, я тоже в ролике об этом рассказал, но в это я играть не советую. Ладно, хорошо, допустим, на мобилках это не такая уж и плохая игра, хотя я за мобильный гейминг не шарю. Но что это вообще такое? Если тебя убивают, то игра предлагает возродиться на том же месте за донатную валюту. Вылетаешь ты из планеты, а у тебя в углу маячит кнопочка, которая отправляет тебя в донатный магазин, где разработчик предлагает по акции приобрести геймплейные предметы. Можно поиграть в это, если ты не знаком с оригинальной игрой, тогда, возможно, даже понравится. Но знатоки оригинала туда, ну, они не задерживаются в наследие. Но по идее ты советую. Как я сказал в ролике, там нарушена оригинальная формула, формула развития в этом космосе, там же развивается помимо тебя как игрока еще и космос вокруг сам по себе, там же время идет вперед, и с новым игровым годом появляются новые оружия, новые пушки, оборудование. С этим оборудованием летают другие корабли, а твое оборудование устаревает. То есть ты долгое время не можешь стать самым крутым. И в наследие за счет доната эта система сломана. Ну, это мобильная игра. Ну, да, что можно, в принципе? Конечно. Не играть в мобильные игры. Я осуждаю. Донатные помойки. Да, да, да. Да, ну, в любом случае, то есть, по идее, ты советуешь, если кто-то вдруг захочет тряхнуть стариной, заморочиться с тем, чтобы установить эту игру, я помню, что с этим были проблемы, да, то ты советуешь в нее. Не то, что советую, я считаю, что если человек не играл в космические рейнджеры, он не может называть себя геймером, в принципе. Потому что это уникальная игра, в принципе. Это как самородок. Вот я сейчас проспойлерю, я не знаю, когда это интервью выйдет, но я делаю видео по Escape from Tarkov. Когда-то я уже пытался познать Escape from Tarkov. Но после покупки игры и пары каточек, все закончилось ее молниеносным удалением. Это было в 20-м году, и я тогда в Таркове ни черта не понял. Тоже уникальная в своем роде игра. Не без проблем, проблем-то много. В ролике потом расскажу. Космические рейнджеры то же самое. Но только Космические рейнджеры это гениальная игра, потому что она вышла в начале 21-го века, и тогда просто не могло выйти такое-то как бы сбой в программе. В начале 21-го года не должно было выйти этой игры, но она вышла. Поэтому ребятам тоже есть свои проблемы, я в ролике рассказал. Я просто люблю рассказывать о таких играх, которые интересны, но которые не без огрехов. Потому что вот недавно проходил Ведьмака 3-го, ну вот что мне про него ролик делать сейчас? Ну кроме того, что игра шедевр, я ничего сказать не смогу. А зачем тогда делать обзор? Все до меня сказали. А то, что игра шедевр, это и так понятно. Вот Космические рейнджеры, игра шедевральна, но никто не понимает почему. Потому что очень масштабная игра, и она неоднородна, там можно заниматься чем угодно. И интересно докопаться до истины. Понятно, то есть каждый себе что-то найдет интересное по душе. Поэтому ребята играем в Космические рейнджеры, ставим, заморачиваемся с установкой, играем, пишем в комментариях, кто прошел. Кстати, там очень классный саундтрек. Мы для себя отметили. Григорий Семенов вроде писал. Отдельно слушать, очень интересно. Там еще Никитин, вроде такой у него никнейм, тоже написал, около 40 треков, что ли. Вот в HD переиздании треков действительно стало очень много. И это новый композитор, он не работал над оригинальной игрой. И он очень точно передал атмосферу оригинала в новом саундтреке. А скажи, пожалуйста, помимо Escape from Tarkov, еще будут какие-то у тебя обзоры на космические игры? Ну, пусть это будут не космические рейнджеры, да, что-то, не стратегии, что-то такое. Я хочу делать игры, по которым мне есть что сказать ни на 5 минут, ни на 10. Я отказался от этой стратегии. У меня были обзоры там не по Ницфор Спиду, по Фаркрайу, как вы сказали. Да, это такое. Хочу тебе длинные ролики, выходит Starfield в этом году вроде бы. Хотел бы про него поговорить. Если будет интересно поговорить про Starfield в рамках большого ролика, минимум часового, я сделаю. Если я не найду в этой игре ничего, то не сделаю. Ну вот как раз плавно перетекаем в другой вопрос про Starfield. Мы тебя тоже хотели спросить. Значит, ждешь игру, надеешься. Какие у тебя вообще ожидания? Я люблю игры от Bethesda. Они не умеют делать игры, с моей точки зрения. У них игры плохие, но они очень круто прорабатывают лор. И в каком плане они не умеют делать игры? В техническом плане. Любая игра сопровождается какими-то багами. В любой их игре нет вертикальных лестниц. В не Fallout, не в древних свитках. Потому что там разработчики не могут сделать анимацию передвижения по лестницам, чтобы движок не поддерживать. Вот нигде нет транспорта в виде машин в Fallout. В модах транспорт реализовывали. Насколько я знаю, они делали подмену моделей. То есть туловище уходило под землю, а голова превращалась в огромную машину. И такой костыль там был. В техническом плане игры от Bethesda, мягко говоря, не очень. Но вот с точки зрения лора, сюжета, истории, и погружения в игру, это очень крутые и интересные игры, в которых постоянно что-то происходит. Хотя на самом деле событий в том же Скайриме не так много. Там есть вор какой-то, который тебе собаки дает, говорит, оставь себе, потом другой чел просит их вернуть. Ну, какие-то такие моменты. По мелочи. Где там какой-то грабеж есть, там когда ассасин приходит. Таких событий в игре не так много, но вот есть какой-то шарм у игр Bethesda. Вот они вот что-то понимают в построении игрового мира, чтобы вот в него было интересно погружаться, ходить, изучать. И вот казалось бы, событий там не так много, но ты постоянно с чем-то сталкиваешься. Исключая вот квесты. Квесты, понятно, они тебя по всему игровому миру проводят. Там в каким-то местам или наоборот в открытой местности. Квесты мы в расчет не берем. Вот если убрать все квесты, вот все равно интересно ходить по миру, изучать. То есть походиться в этом мире. Какой-то нарративный дизайн есть. Допустим, ты заходишь в дом, а он, ну, как бы там, горел. То есть, ну, ничего не осталось от дома. А потом ты находишь какой-то лагерь, например, пустой. И потому что в этом лагере ты понимаешь, что это были разбойники какие-то. Они подожгли этот дом. Значит, какой-то кипиш там был между владельцем дома и ними. Может, кто-то кому-то что-то не заплатил. То есть, такой вот дизайн. То есть, рассказывается история. Не от лица персонажа, а вот просто ты смотришь на мир. И вот понимаешь вот это все. И вот Bethesda в этом плане молодцы. Я очень люблю их игры за это. Поэтому Starfield жду. Ну, отлично. Мы тоже очень ждем Starfield. Надеемся, что будет очень интересно. Но Bethesda это вообще уникальная компания. Ее, в принципе, все не любят. Но почему-то игры от Bethesda всегда очень ждут. И в них всегда играют. У них шарм есть. Да, есть что-то ссорить. И в техническом плане игры их не очень хорошие. Но у них есть такой трюк. Они всегда его проворачивают. Их игры можно модифицировать. И сообщество мододелов у этих игр огромное. И там пацаны вообще молодцы. Респект им. Они там такие моды делают жесткие. Которые одной игре, которую мы оба знаем, даже не снились. Да, да, да. Игра, которую нельзя называть. Которую уже зашкварно называть. А, допустим, другие игры. Ну, например, мы не можем не спросить про Mass Effect. Как ты относишься? Ни разу не играл Mass Effect? Нет. Советуем. Советуем. Надо будет попробовать. Попробуй, потому что, ну, во-первых, скоро тоже должно выйти продолжение. Четвертую часть вроде как обещают, которая соединит трилогию и четвертую часть Андромеды, которая, ну, конечно, не очень получилась. Мы вообще к Андромеде относимся очень прохладно. Но, тем не менее, игра есть, она существует. Поэтому советуем поиграть. Советуем. Обязательно. Там действительно очень интересный мир. Но больше всего проработаны сами персонажи. То есть, лично для меня, например, это уникальная игра тем, что там нет нелюбимых персонажей. Там их очень много. Я всех их очень люблю. И каждого за конкретно какую-то там деталь, характер. Ну, это RPG игра. Да. То есть, там они постарались отлично. Вот персонажи, кстати, вот в играх Bethesda тоже хорошие. Возвращаясь к Скайриму или к Фоллауту, они умеют прорабатывать персонажей. Там один тот же Ярл Вайтрана, который просто мужик, который там сидит вот в кресле, вот в такой анимации, да, рука у него так сидит. Знаешь, я тебе завидую. Вновь подняться на 7000 шагов. Однажды я совершил туда паломничество. Ну, один только Ярл Вайтрана, что стоит там. Тут смотришь на него и понимаешь, блин, ты реально главный в этом городе, черта возьми. Его там все слушают. У него есть там Хускарл какой-то, какая-то там эльфийка, который его охраняет. И он такой, ааа, это ты драконорожденный. Я слышал о тебе там. Тебя, именно тебя призвали на высоких Ротгар. И он так это говорит. Вот ты его чувствуешь. Это реально речь короля. А потом ты встречаешь Ульфрика Буревестника через 30 часов игры. И говорит, такой, ваааа. Когда он говорит, я воюю за свой народ, там, голосом Сергея Чунишвили он это говорит. И ты такой, блин, Бесезда вообще, красавчики. Так что... За это мы и любим Бесезду. Поэтому Starfield ждем. Да, ждем, ждем. Надеюсь, они нас порадуют больше, чем не порадуют. Вот еще, кстати, вопрос из космических игр про Star Citizen. Есть у тебя какое-то мнение насчет этой игры? Я не играл в Star Citizen, но я знаю, что это такое. Я могу сказать, что амбиции у разработчиков большие. Просто сейчас нету таких технологий, которые бы позволили реализовать то, что они там хотят. То есть там какой-то огромный гигантский мир с кучей станций. Если ты какую-то бутылку выбрасываешь из инвентаря, она должна просчитываться у всех в огромном мире. Каждый должен ее увидеть. Я в детали не вдавался, но там они нас на такие вещи замахнули, что просто нет технологий, которые бы... Реализовать это можно. В каком плане нет технологий? Чтобы это нормально работало, без лагов, без багов, без всего. То есть что-то эта игра не в то время выходит. Ну, мы в Star Citizen немного поигрываем. Она еще, кстати, не выходит. Кстати, да, да, да. Она еще на каком-то... И неизвестно, когда она выйдет. ...при альфа уровне находится. И выйдет ли вообще, да. Просто многие думают, что Крис Робертсон только деньги себе набирает. Но можно было бы так думать, мне кажется, если бы он вот вчера появился внезапно в игровой сфере и решил сделать Star Citizen. Но ведь он же известен как создатель Wing Commander. Это же очень интересная легендарная игра, которая во многом тоже была революционной в свое время. И поэтому, мне кажется, человек просто настолько амбициозен, что он хочет повторить тот успех в наше время, но настолько бежит вперед, что технологии за ним не успевают. И по поводу того, что он мошенник и просто набивается деньги, тоже не совсем согласен, потому что он все-таки выкидывает какие-то билды. Да, конечно. Можно же поиграть. Конечно, можно. Одна система есть уже готовая. Есть с тентом. Можно там летать, что-то делать, там по станциям ходить. То есть, по сути, это игра разрабатывается, никаких вопросов нет. Да, это верно. Поэтому, опять же, мы в нее поигрываем, мы за ней очень следим. Делали на нее обзор. И можем сказать, что да, она, конечно, очень хромает на обе ноги, там еще куча доработок нужно делать. Но она работает, на ней можно действительно летать, что-то делать, там тоже можно жить, существовать. Конечно, с огромными багами, естественно, но не без этого. Но мы терпеливо к этому относимся и ждем. То есть, мы верим, что она все-таки выйдет, и мы в космосе нормально полетаем. Ну, поговорим о наболевшем, о нашей игровой индустрии в нашей стране. Со времен первых космических рейнджеров прошло 20 лет. И я не знаю, честно говоря, была ли еще за это время какая-то игра, которая бы так же выстрелила, как они. Конечно, вот сейчас говорят, что вроде как разрабатывают некую смуту, в которую много денег вкладывается. Ну, мы не можем не упомянуть Atomic Heart из кипрской, правда, студии. И сейчас, да, идет разговор о том, что правительство собирается спонсировать, как-то развивать нашу игровую индустрию, вкладывать туда деньги. Вот как ты считаешь, нужно ли, чтобы на государственном уровне это все спонсировалось и развивалось? Или все-таки нужно делать так, чтобы были какие-то независимые студии, они бы что-то сами делали? Как ты думаешь, стоит оно там или нет? Вот по порядку отвечу, вот вы сказали, что ни одна игра не выстрелила так, как космические рейнджеры. Я на самом деле не совсем согласен. Kings Bounty, это от авторов тех же космических рейнджеров, просто уже там, они перешли в компанию Катури Интерекции, точнее, они основали ее, там был какой-то судебный процесс, там что-то не поделили. Я тоже как-то упоминал об этом в ролике. Kings Bounty, потом Royal Quest, это наша MMORPG игра, но были еще Alloda Online, но за Allod'ами я никогда не следил, а вот в Royal Quest играл, тоже игра была популярна. Но при этом космические рейнджеры, они не выстрелили, насколько я знаю, на западном рынке. То есть там, да, были какие-то продажи, но она как-то скользко прошла и была не очень принята. Поэтому, да, Atomic Heart как раз-таки переплюнул хайп космических рейнджеров. Ну, потому что сейчас еще появились новые возможности по продвижению игр, появился тот же самый YouTube, куча блогеров, которые тоже все это разносят. Конечно, с Афаной радио. Да, и миллиард игровых изданий, там, вот, каждый дворнягий там уже подойди на улицу, она тебе расскажет про Atomic Heart, все говорят про этот Atomic Heart. Я, кстати, тоже жду Atomic Heart. Мы тоже ждем, нам интересно. Несчастные люди. А вы, кстати, будете предзаказывать ее в ВК-100? Нет, думаю, что нет. Мы подождем, когда она выйдет. Я жду пресс-версию. Если мне дадут, будет четко. Это круто. Вот. Поэтому, да. Что касательно того, что государство спонсирует игры или планирует спонсировать, я считаю, что в долгосрочной перспективе могут появиться какие-то игры интересные, которые не будут блистать самыми крутыми технологиями. Которые сейчас используются в разработке игр, но эти игры могут быть некими самородками в плане каком. То есть, там могут быть интересные идеи. То есть, это вот просто энтузиасты. Не менеджеры, которые у руля сидят, рассказывают, как можно игры делать, да, а вот реально вот чуваки, которые хотят сделать крутую игру. Возможно, какие-то игры появятся интересные. Это будут, наверное, инди или там условно даблы игры, которые будут интересно играть с пониманием того, что это не совершенные технические игры. Но вместе с этим это никак ситуацию не исправит, потому что система никак не поменяется от того, что государство будет спонсировать игры. Наоборот, нужно создать среду государству, которая бы позволила людям самим делать игры без каких-то особых проблем. А у нас сейчас, что у нас все сейчас едут на Кипр, да, там регают свои компании. Те же самые Battle State Games. Я точно не знаю, могу ошибаться, но изначально-то, по-моему, они были зарегистрированы в России. Это не точно, но потом они, насколько я знаю, в Лондоне сейчас юридически. Теперь это лондонская компания. То есть круто то, что государство хочет что-то проспонсировать, но нужно поменять, то есть вот экосистему, короче, создать, чтобы и без спонсирования было удобно и комфортно создавать игры. Ну, надеемся, что так и будет, что это будут адекватные решения, а не просто как, что кого-то наняли, кто не разбирается, как, к сожалению, бывает иногда. Что-то там проспонсировали, непонятно, что сделали, в итоге дело бросили. Ну, будем надеяться, что будет все это развиваться. Это вообще круто то, что сейчас они хотят проспонсировать игры, что там эти с одного флага говорят, игры надо запретить, там, да, все нужно запретить, все закрыть, а другие в государстве говорят, нужно спонсировать, ничего себе. Ну, я надеюсь, что победят все. Какие-то подвижки есть у нас, оказывается. Хотят спонсировать, да. В нормальную сторону. Адекватные решения, которые приведут к хорошим, нормальным последствиям. У нас все-таки игровая индустрия воспрянет, потому что мне кажется, что и в нашей стране тоже хватает талантливых людей, энтузиастов, разработчиков, которые все это запросто сделают. Следующий вопрос. Талантливые люди – это плюс налоги в казну, поэтому не надо, ничего запрещать нужно. Тоже верно, конечно. Ну, ты, как мы знаем, да, тоже увлекался модами в свое время. Вот расскажи, с чего начался твой первый мод по игре? Какой он был? Затронем эту тему. Ну, игра «Сталкер». Мод я сделал на «Сталкер». Что я могу сказать? Ну, «Сталкер» – это игра, после прохождения которой нужно делать МРТ мозга на наличие рака, потому что «Сталкер» убивает, не курение убивает, а игра в «Сталкер», особенно, когда ты играешь в «Сталкер» 15 лет. Там «Сталкер» 15 лет сидит на компе, 2 ядра, 2 гига, выходит «Метро Эксодос», они говорят, да это не атмосферная игра, да «Глуховский» не конкурент, у «Фоллаута» нет души. Вот «Сталкер» наши все, они вот это говорят, а потом запускают мод, там «Народная солянка», там «Путь человека», «Шаг в неизвестность», «Державию» часть 2. И начинают искать невидимые тайники за локацией с гаусс-пулеметом, есть квест, там Сидорович дает какое-то аномальное яйцо и револьверный гранатомет, ты его ешь, начинаешь летать по локации и расстреливать с револьверного граната РГ-6 вертолеты, которые тоже тебя стреляют. Вот это я понимаю атмосфера, вот это душа, с душой сделана атмосферный крутой мод. Поэтому да, МРТ мозга после каждого пройденного мода на «Сталкер», кроме моего, мой мод нормальный. Долго с ним занимался? Три года. Три года, прилично. Нет, я делал мод, чтобы набраться опыта в работе со звуком и просто чему-то научиться. А вообще в целом такой глобальный вопрос, наверное, были ли мысли когда-нибудь свою игру какую-то сделать? Да, они и сейчас есть, но пока что я не вижу возможностей. Ну, мысли есть в любом случае направление, но это здорово, отлично. Возможно, если мне придется уже двигаться в этом направлении и начать с модинга, то есть как бы, грубо говоря, вернуться к модингу, я подумаю, я рассмотрю этот вопрос. Но нужно найти подходящую платформу, потому что «Сталкер» это точно, ну, X-Ray Engine, это точно не путь от мододела до игродела, это немножко другое. Что-то более заземленное, такое подземленное. Если вдруг ты решишь сделать игру, и она будет про космос, мы возьмем у тебя еще одно интервью уже как раз. Отлично. У разработчика с удовольствием. Спасибо. А вот скажи насчет движков, вот мы тоже как-то недавно разговаривали с друзьями, и они утверждали, что нам наши движки не нужны, лучше брать иностранные движки игровые, и все будет работать, а свои не обязательно разрабатывать. Вот как ты считаешь, все-таки стоит наше разрабатывать? Я не знаю, я не особо силен в движках и в том, как делаются игры, я просто считаю, что я что-то понимаю в геймдизайне, на эти 20 лет играю в игры, ну, наверное, я что-то понимаю. Когда я играю в игры, я уже не особо-то могу получать какое-то удовольствие от них, когда вот вижу какой-то косяк, все, я начинаю на стримах ворчать, что-то там нервничать, вот это подмечать, вот этот недостаток там, все, начинаю там, ну, вот как ворчаливый дед, короче. То есть, мне кажется, я уже все, переиграл, наигрался, хватит. Это идет от того, что я просто замечаю какие-то косяки в геймдизайне или вот еще в чем-то. Хотя я не геймдизайнер, я ни одной книжки про геймдизайн не прочитал. Ну, вот так, да, вот. По поводу движков я здесь не силен, но это зависит от сложности разработки, то есть, если разработка позволяет использовать чужой движок для экономии денег и времени, и есть понимание того, что это пойдет на пользу самой игре, почему нет? Я тоже так считаю. Тем более Unreal Engine 5 вроде хороший движок, там есть вот эта новая технология Lumen, освещение замены рейтрейсингу. Говорят, что она не такая требовательная, как рейтрейсинг, но я запустил Fortnite недавно, там добавили вот это освещение Lumen, мне было интересно посмотреть, как она работает. Ну, довольно тяжелая технология на самом деле, вот. Ну, все-таки было бы хорошо, если бы у нас тоже что-то начали свое производить. Было бы хорошо, нужна система, которая бы позволила это делать, нужно, чтобы государство не только спонсировало. Я не знаю, что должно сделать государство. Я не госслужащий, это не моя компетенция, но оно что-то определенно точно должно делать, кроме спонсирования разработчиков. Как ты относишься к франшизе «Звездные войны»? Ну, честно говоря, максимально скучная франшиза. Сейчас же очень много делают новых продуктов, сериалов, мультсериалов, комиксов огромное количество выходит. Ты смотрел какие-нибудь последние их сериалы, например, Андер или Оби-Ван? Нет, нет. «Мандалорец»? Нет, нет, нет. Я слышал, что у нас снимают фильм, первый в истории человечества фильм, снятый в космосе. Да, есть такой. Вот я не любитель смотреть фильмы или сериалы, ну, как-то что-то не особо тянет. Но вот это я бы посмотрел, это какой-то интересный экспириенс, интересно будет глянуть, что они там сняли. Ну, мы тоже ждем, конечно, с опасениями, потому что мы не знаем, что в итоге получится. Это будет интересно, все равно это как бы опыт. Ну, необычный. Интересно, да, необычный фильм, снятый в космосе. Да, это круто. По крайней мере, хоть куда-то мы пытаемся как-то развиваться. Опять же, мы надеемся, что будет адекватный сценарий, адекватный сюжет, адекватные персонажи. Ну, посмотрим. Да нет, я не надеюсь, я просто хочу вот, ну, просто прикольно. Фильм, снятый в космосе, такого я еще не видел. Понятно. А если говорить даже не про «Звездные войны», а просто про кино. Вот есть у тебя какие-то любимые фантастические фильмы о космосе? Ну, наши, зарубежные, либо, может быть, советские. Можешь какой-то выделить или как-то нет? Нет, нет. Просто у нас недавно был такой опыт печальный. Мы посмотрели «Звездный разум» на свой страх и риск, которые кричали, что это ответ «Интерстеллару». Мы отметили только красивую графику. То есть когда были красивые виды космоса, да, там держался кадр секунд 10-15, на это было интересно смотреть. Все остальное – это просто такой кошмар, что я уж не говорю про плагиат, там плохо абсолютно все. И вот после таких фильмов становится грустно, что вроде ты и веришь, но, может быть, все-таки что-то смогли, что-то сняли, но нет, к сожалению, опять не могу. Я вообще считаю, что тема космоса, она абсолютно не раскрыта. Вот в играх точно, насчет фильмов не знаю, потому что не смотрю фильмы на эту тематику. Но мне кажется, в фильмах тоже, потому что банальный пример. Вот буддисты верят в перерождение, да? Ты умираешь, твоя душа перерождается в другое тело, и встает вопрос, если вот сейчас произойдет какой-то катаклизм, допустим, метеорит упадет или еще что-то случится, и жизнь на планете исчезнет. Это же ставит крест, по сути, на вот этой логике о перерождении, на этой вере, да? Значит, получается, буддисты могут быть неправы. Но современная наука сейчас все больше пытается доказать теорию о мультивселенных, вот мультиреальности, да? То есть, условно, вот, грубо говоря, в нашей реальности вот есть планета Земля, а в другой реальности альтернативной, так называемой, вместо Земли черная дыра. Но это невозможно, потому что черная дыра не может появиться вместо планеты, она появляется в замену Солнца, звезды, то есть. Но условно в альтернативной реальности могут работать какие-то другие законы физики. То есть, есть какой-то бесконечный цикл, бесконечные вариации разных вселенных. И получается, что в нашей реальности жизни может не быть на планете, а в другой она может быть. И по такой логике идея о перерождении получает второе дыхание. То есть, как бы, современные познания о космосе, да, вот, они переплетаются с религией. Ведь, если, допустим, человек религиозный, то он должен верить в апокалипсис, там, в конец света. А современная наука доказала, что конец света неизбежен. Наука описывает его в своей интерпретации, что там, когда черная дыра испарится, там, под излучением Хокинга, туда-сюда. Само время прекратить свое существование, потому что ничего не перестанет меняться, потому что ничего не будет. Похожие элементы описываются и в религии, просто там это по-другому описывается. Но это тоже конец света. Поэтому можно было бы и делать какие-то истории в играх, в фильмах о вот этих точках соприкосновения. Очень много разных идей. Это вот первое, что в голову мне пришло. Тема космоса абсолютно не раскрыта. Идея очень необычная, очень необычная идея. Абсолютно не раскрыта эта тема. И тут еще есть куда работать. Может быть, и сделаю свою игру. Кстати, да, вот тебе идея. И фильмы есть, и насчет игр не уверен. Но нет, игры тоже есть. И фильмы есть, где переплетаются темы религии и науки. Но чаще всего они идут параллельно друг с другом и конфликтуют. То есть одна исключает другую. А здесь, видишь, у тебя есть идея, как это можно соединить. Это очень интересно. Так что развивай идею. Надо, надо эти гранты от государства получить. Спонсировать хотите, да? Напишите мне, да. Сделаем игру хорошую. Прекрасная идея. Кстати, очень интересная. Но я бы не делал игру. То есть я бы был, грубо говоря, генералом, короче, и рассказывал бы, что я хочу видеть. И деньги бы вот так вот отдавал, зарплату и все. Директор. Директором бы был. Директор. А по поводу фантастики в кино. Ну, я не силен в кино. Я, короче, дело было в 10 классе. Нам учительница решила включить какой-то фильм советский. Здесь могут водиться тигры по книге Рея Брэдбери. И там описывалась очень интересная история, что там, короче, планета живая. Я тогда задумался, черт возьми, то есть это иная форма жизни, которая непонятна нам, да? То есть у нас какая форма жизни? Разум, да? Сознание. Но мы же не знаем, что такое сознание. Мы не можем определить точно, что это. И недостоверность в этой области ставит под сомнение то, что вот наша форма жизни, которую мы представляем, является единственной. И единственной, единственно возможной. Поэтому, посмотрев вот этот мультфильм, я задумался, да, что если есть какие-то иные формы жизни, очень интересные, необычные, которые можно и раскрыть вообще с какой-то непонятной стороны. Если вот с творческим подходом, да, как бы зайти в эту тему. Может быть, какие-нибудь такие фильмы я бы даже и посмотрел. Ну, вдруг, вдруг кому-то придет идея написать такой сценарий. И чтобы эта форма жизни была бы тоже несовершенной, как и наша. Это же вообще можно прям какую-то драму лютую снять. Я тоже согласна. Я считаю, что не обязательно брать что-то более-менее, ну, такое банальное, что уже 10 раз уже изъезженная тема. Ведь действительно можно придумать что-то настолько свое, настолько развить, чего еще не было. Хорошая идея, кстати. Могут тебе тоже на заметку. Спасибо, что позвали. Было приятно пообщаться. Мы это интервью писали 12 января. Подписывайтесь на канал «Орбитальные посиделки». Приятного просмотра. Ну, то есть спасибо за просмотр. Спасибо, что были с нами. Итак, у нас в гостях был Ахмед с канала «Величайший». Так что подписывайтесь. Обязательно посмотрите его сюжет про космических рейнджеров, который длится более двух часов, но смотрится на одном дыхании. И подписывайтесь на наши орбитальные посиделки. Ставьте лайки. До новых встреч. И всего вам космического. Пока. Да. А я пойду в соляночку народную поиграю. Она сама себя не пройдет. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok